Острый конфликт разгорелся между жителями частного сектора и строительной фирмой ДСК. В двух словах, к концу 2017 года мирную жизнь частных домиков нарушит появление высотки по улице Гдовской и, скорее всего, не одной. Как утверждают мирные жители, фирма-застройщик делает это незаконно. Кто прав, а кто виноват, выяснял спецрепт. Мы вышли уже, грубо говоря, последний шанс того, что нас, жители частного сектора, попросту выживают с наших нажитых мест. Вот. Городская администрация просто не хочет обращать нас внимания. Выдаёт незаконным образом разрешение на строительство фирмы-застройщик, в данном случае ДСК. Вот. Не соблюдая никаких норм, чем самым ущемляют наши права. Стою, добиваюсь правоты. Как вы думаете, добьётесь? Нет. А почему же тогда стоите? Пытаюсь. Пытаюсь? Потому что под лежачий камень вода не течёт. Вот пытаюсь, чтобы меня услышали, увидели. Да. Вот многоэтажные дома стоят, построились и бросают бутылки с этажей прямо в огороды людям. Или на каком основании сгорает дом бабушки, которая не продала свой домик, да? А было такое? Было. Так огород-то где он будет? Вот вы говорите, в квартиру переехать, а где огород? Вы огород свой выращиваете? Есть ли у вас огород? Есть. У меня сад. И курочки есть. Всё выращиваю. Свёклу, морковку, картошку, огурцы, помидоры. Так, может быть, с нашими депутатами нужно по уже накатанной системе, может быть, им курочку какую-то, там, выращенный из сада, что-то из огорода. Ну, это уже крайне меры, да. На всех кур хватит? Как вы считаете? Хватит, конечно. Люди выступают против застройки типовыми домами по проектам 70-х годов прошлого века. Строители не предусматривают ни детских площадок, ни парковок, что не соответствует современным темпам развития города. Да и вообще, ДСК здесь выкупила лишь часть территории частного сектора и планирует строительство многоэтажки посреди оставшихся коттеджей. На нас будут смотреться с какого этажа? С десятого этажа? Ну, это же вообще невозможно. Лишний раз не хочется одеваться, выйдешь, я говорю, и в купальнике выйдешь, может, и так выскочишь, как получится. А на огород выходите иногда, может, в купальничке позагорать бывает? Естественно, а теперь у нас будет с десятого этажа наблюдать. Я даже не то, что там позагорать, я траву прополоть не смогу. Правильно? Я же не буду укутываться себя, одеваться, чтобы эти миллионы людей не смотрели на меня. Да, мы ведем себя как дома. Хотим просто спокойно существовать, чтобы без лишних глаз, без лишних проблем, без лишнего шума. Мы от этого когда-то в свое время уходили и не хотим обратно к этому возвращаться. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит? Что здесь за стройка? Как что? Дом живой. А что за дом? Какой? Панельный, высокий. Еще два дня от работы, и мы возвращаемся опять на завод, в цех. Мы рабочие цеха, а нас сюда в помощь просто прислали. ДСК все равно получила разрешение на строительство и продолжает уже в две смены строить, чтобы быстрее этот дом достроить. Как написано в паспорте, ответственный за строительство главный инженер Чуев Александр Васильевич. Ну что ж, попробуем с ним связаться. Алло. Алло, Александр Васильевич, здравствуйте. Анастасия Репникова, Псковская лента новостей вас беспокоит. Я звоню вам по поводу строительства дома на улице Гдовской. А что мне звонить? У вас начальник нет. А написано, что вы ответственны за строительство. Тут написано. Что-что? Ну и что написано? Ладно, я посоветую начальнику, потом скажу. А как нам попасть к генеральному директору Изосину Анатолию Федоровичу? А на какой он объект поехал сегодня? Не подскажете? В городе Пскове у нас несколько объектов. Ага. На Гдовской он случайно не поедет? Может быть и поедут, я не знаю точно. Ага. И уточнить это ни у кого нельзя? Директор на объектах. Алло. Алло, Анатолий Федорович, здравствуйте. Анастасия Репникова, Псковская лента новостей вас беспокоит. Тем, кто все-таки связался с Изосиным, он заявил, что все документы на возведение высотки в полном порядке. Среди тех, кто живет вблизи стройки, недовольных нет. А пикет в Кутузовском парке – это заказная акция. А тем временем вице-губернатор Максим Жаворонко взял дело под свой контроль и обещает разобраться уже к концу недели. Чем закончится эта история, пока говорит рано, ведь активисты не собираются опускать руки и будут продолжать борьбу. А на этом у меня все. Это был Спецреп и его ведущая Анастасия Репникова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok